Та же княгиня Вольга, Киевская. Про неё столько басен напридумывали. А события-то происходили совершенно другие. Хазария нападала, уводила в полон славян, юношей, девушек, и торговала в Византии и других странах. Но чтобы провести военную кампанию, нужны средства. И нужно, когда войска отсутствуют, чтобы никто не напал. Святослав обратился к матери. Ты у меня мудрая, давай помоги решить проблему. Она говорит, хорошо. Она едет к Франкам, заключает с ними мирный договор. Те уговаривают её креститься, она проходит. А она едет к Латинянам, с ними подписывает договор. И те её уговаривают принять их неокрещение. Она говорит, хорошо. Потом она едет в Крым, где были ариане. С крымскими жителями заключает мирный договор. И принимает их неокрещение арианское. А потом едет в Византию, в Царьград, и обращается к императору. Денег дай на войну взаймы. Тот говорит, денег дам, но ты должна принять нашу веру. Или, допустим, вытереть за меня завтра. Она говорит, проблем нет. Но я только что принял, а вот в Крыму христианство, они говорят. Арианство – это ересь. Надо вот чисто наше артиксальное, без проблем. Ты денег давай. Император даёт денег. Она отсылает деньги сыну. Сын идёт в поход на Хазарию. Император, ну всё, денег я давал, давай креститься, жениться. Она говорит, хорошо, но крестить будешь меня ты сам. Он её крестит вместе с попами константинопольскими. А потом говорит, давай жениться. Она говорит, послушай. Ты меня только что крестил, ты мой крёстный отец. Как отец может жениться на дочери? И спокойненько выезжает. В это время сын Святослав побеждает Хазарию. И пленными рассчитывается за кредит. Вы угоняли наших людей в рабство и продавали. Почувствуйте на собственной шкуре, что это такое. Но пленные Хазары узнали, что в Царьграде, в Византии, христианину запрещено иметь в рабах христианина. Поэтому пленные Хазары что сделали? Они тут же начали принимать христианство и автоматом получать свободу. А потом уже они как миссионеры начали христианские проникать на Русь. Поэтому и христианизация шла огнём и мечом. Они мстили за пленение Святославом и кратковременное рабство в Византии. Слаб ты, князь, без веры Христовой. Я слаб? Нет, монах. Не вы, христиане, ставили на наших землях исконных славянских города и переправы. Мы, славяне-язычники, вторили пути дороги между ними. И Киев могучий выставили сами. Чё, Ольга, ты города наши, ока византийская, а? Нет? А ты у коня спроси. Он расскажет тебе, как носил он княгиню из града в град, от погоста к погосту, как устраивала княгиня землю русскую, как дань уставную, и уроки положила на сорок городов славянских. Язычница, Ольга! Не христианка ещё. А ведом аль тебе, чернец, что сто и пять лет, как положен договор о мире и любви с Константинополем, и дань платили нам греки. Ведом аль тебе, что славяне-язычники имеют договор о мире и любви не только с Византией, но с Хазарией, болгарами, бенграми, варягами, печенегами. А ведом аль тебе, что княгиня Ольга установила мир с германами Атоном, и то не по усмотрению князя Альба-княгини вершилась, а растущий який молодой богатырь Русью всему миру ведомо, а тебе ведомо, что меч мой языческий раздвинул земли мои от Хазарской белой вежи на Волге до Валканских земель на Дунае, через Ясов, Касогов, по морю Каспию, до самих Кавказских гор, через тьму Таракань Азовскую, по морю Черному, которое вы, греки, называете русским. Я разорвал кольцо врагов моих на торговых путях с востока на запад и продолжу то, что начали предки мои Олег, Игорь, Ольга. Входи, монах! И поверно сказал, слаб я, могу покарать смертью за неправду твою. Можно скрыть факты, дать ложные показания, подделать рукописи и уничтожить свидетелей. Можно даже взорвать планету. Единственное, что невозможно сделать, это безвозвратно стереть памяти народа изначальные образы языка. Пока мы живы, именно язык будет инструментом и гарантией в обнаружении и правды, и кривды. В более древние времена войско называлось гунны. Что такое гунны? Официальная наука говорит, что это какой-то народ. Да нет, какой народ? Не народ это. Объединенное войско. То есть, вот, раньше были родовые дружины, это в древности. Затем дружины появились отдельных народов. Тоже они были профессиональные, они назывались геттами. геты, воины. Когда Македонский вышел в Среднюю Азию, случились стычки между геттами Россении и войском Македонском. В первых вот этих стычках геты потерпели поражение. У того было правильно организованное, так скажем, войско уже. А здесь еще были отдельные дружины. И вот под влиянием, так сказать, этих поражений жрецы Россении и затем приняли решение о создании нового войска. И объединили вот этих геттов, дружины разных народов, в одно войско. Геты унны, геты, понятно, воины, а унны, унии, объединения. Геты унны дают гунны, то есть объединенные войска. Это было профессиональное войско, это никакой не народ. И когда там Марцелин и некоторые другие удивляются, как это так, там пришли какие-то гунны с наконечниками стрел, из каких-то костей, они пробелывают латы и так далее. Какие наконечники из костей? У нас в Омской области вот Большеречья, 170 километров от Омска на север. Там в древности был город Лендагард, сейчас это урочище Батаковы, там раскопан этот город. Нашли там две металлургические печи по образцу аркаимских, только с двумя воздуховодами, видимо, более мощную тягу давали. И там выплавлялись сплавы на базе болотных руд из босюганя железных, титановой глины, которая здесь у нас есть, и драгоценных металлов. Причем получались доспехи, которые были, во-первых, легкими, а во-вторых, очень прочными. Из них же делались мечи, сабли затем, наконечники копий, стрел и так далее. Неудивительно, что гунны прошли, извиняюсь, отсюда, считайте, с РТШ и до самых концов Европы. Все завоевали, практически, всю Европу. Но и внесли в культуру развивающуюся Европу, дали новый толчок. Проще говоря, Европа-то, нынешняя, является следствием как раз похода гунны, а не наоборот. Потому что туда были привнесены знания, и так далее, и так далее. Что говорить, современная Европа чиста, красива, имеет высокий уровень материального благополучия. Вот смотрите, как работают. Это автоматический туалет на улице. Ради бы где-нибудь такое видели, чтобы туалет сам открывался. Вот это цивилизация. Однако, все цивилизации, в отличие от культур, имеют одну общую и весьма печальную перспективу. На пике своего материального взлета они гибнут. Путь культуры это познание всех форм сущего для порождения новых миров. Путь цивилизации тотальное утверждение материи, духовное заберение и гибель. И большое заблуждение думать, что между цивилизацией и культурой возможен компромисс. Это принципиально разные космические пути. Стало ли легче после вступления Латвии въезд? Скажу вам честно, нет. Моя жена присматривает маленького ребенка. Послубие какое-то есть? Есть. Там минимальное 300 литров. Почти хуже, как когда была Россия. Оказалось, что представление о сельском съезде в Европейском Союзе не такое, как казалось нашим крестьянином. Из всякими стандартами внедрения у нас и других странах, они сделают все, чтобы мы не производили сельского хозяйства. Если посчитывать, литовское сельское хозяйство отброшено было на 42 года назад. Как ни странно, и промышленность тоже самая. Никогда пошла бы не вошла в Европейский Союз, если бы не католическая церковь, которая люди погнала в Европейскую Лунию. Народ почувствовал все эти прелести Европейского Союза. Высокие налоги, инфляция, подорожание основных продуктов питания. Латвия считалась индустриальной страной, сейчас она считается страной, которая представляет услуги. 350 минимум сократилось население, не учитывая снижение рождаемости и уехали много. В 90-м году Литва создала государство, ни одному государству ни цента не должна была. Сейчас долги так, скажем, 4 миллиарда евро. И главное, что мы покупаем второстепенные, уходящие. Надо считать, что мы живем бедно. Президент с нашей страны получает пенсию от Канады иностранного государства, размер которой в два раза выше ее заработной платы. Кому служит президент страны, который получает деньги с другого государства? Вопрос кто оплодотворил Европу знаниями и культурой для ведающих людей риторический, но это больное место европейцев. Амбиции и чрезмерное самолюбие не позволяют им согласиться с их прошлой отсталостью, да и с военными поражениями. Именно с европейскими историками, писавшими за нас свою российскую историю, воевал Михайло Ломоносов и другие светлые головы. Через прорубленное Петром окно из Европы на Русь вместе с весьма скромными достижениями европейской цивилизации плынули алкоголь, табак, юристы, ростовщики, разные побрякушки и пороки развратного старого света. Это было еще большее заражение, а не излечение от собственных паразитов. Взять уже французскую королеву Мария Антуанетта. Она купалась два раза в жизни. Один раз, когда крестилась, один раз перед казнью. Поэтому они в России на славянских землях что покупали? Шелка. А почему именно шелка ходили королевские особы в шелках? А потому что в них к изи-бы-зи не заводится. Шель. Русские послы при дворе Людовика XIV писали, что их величество смердит оки-дикий зверь. А дочь одного из французских королей погибла от вшивости. Королева Испании Изабелла Кастильская признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза при рождении и в день свадьбы. Папа Климент V погибает от дизентерии, а папа Климент VII мучительно умирает от чесотки, как и король Филипп II. Герцог Норфолк отказывался мыться из религиозных убеждений. Его тело покрылось гнойниками. Когда слуги дождались, когда его светлость напьется вертветски пьяным, еле-еле отмыли. Самих же русских вся европейская элита считала извращенцами. За то, что те мылись в банях непозволительно часто. Сызмальство мы учим своих детей мыть руки и содержать тело в Продолжение следует...